Насекомые перестают быть экзотической пищей. Вот тем более сейчас дорожает продукт, и все дорожает. Говорят, что насекомые отличный источник белка, без аллергентов и токсинов. Да, да, да. Да, белковые добавки из насекомых полезнее, чем мясо для организма. Точно. Чтобы произвести один килограмм белковой массы из насекомых, требуется в 500 раз меньше воды, чем при выработке одного килограмма белка из говядины. Такие данных очень много всяких интересных. Около двух миллиардов жителей Земли уже включают насекомых в свой рацион без особых последствий. Вот я, честно говоря, сейчас представил, что я ем какого-то жука, и мне не очень, не очень мне так... Нет, одного жука, ты ешь сотни жуков. Они все перемолотые, они все, во-первых, обработаны хорошо, переварены. И ты кушаешь их в каком-то виде там, да. То есть вы считаете, что так или иначе мы приблизимся, что будем там саранчой питаться и так далее? Саранчой нам вообще можно питаться. Саранча – это кошерный продукт. Ага. Да. То есть и евреям с их кошерностью можно питаться саранчой? Конечно. Человек может все есть в результате, знаете? То есть все, все, что даже ему противно, он может есть. Человек – это по своей структуре, это ведь животное. И поэтому он может употреблять в пище все остальные другие всевозможные белковые соединения. А что мы будем вообще есть? Как вы думаете, вот так вот человечество, допустим, будет увеличиваться? Что мы будем есть вообще? В мире нет проблем растить коров, бычков, там я не знаю кого, цыплятых и чего угодно. Нет проблем. Это все зависит только лишь от нашего желания, от нашего согласия, от того уровня общества, которое мы строим. А то, что вот растут цены, то, что это становится менее доступным? Это все игра. А голод, который существует... Это все игра. Игра – это все? Конечно. Конечно, игра. Игра чья? Кто играет? Кто играет? Грают люди. Треть населения, наверное, голодает, я не знаю. Наверное, да. Да. И что это, голод, если нет? Ну, потому что в этом заинтересованы люди. Чтобы часть голодала? Да. Для чего это? Это все делается, я бы сказал, свыше, для того, чтобы люди все-таки осознали, насколько в порочном обществе они живут, насколько в порочных свойствах, отношениях они существуют. Я надеюсь, что мы все-таки осознаем ничтожность, ущербность тех людей, которые сегодня существуют, включая нас. И мы поможем друг другу немножко приподняться. Потом уже будем рассуждать, стоит ли нам ловить букашек, кушать их или нет. Не надо говорить о том, что мы будем кушать. Какими мы будем в этом вопросу. А если мы будем, как вы хотите, исправленными такими, добрыми по отношению друг к другу? А тогда мы просто улетим в другое состояние. Но нам понадобится что-то есть? Нет. Нам ничего не понадобится. Мы будем существовать совсем в иной реальности. Не мнимой этой самой, а именно в иной высшей реальности. А за счет чего мы будем существовать? Только вот скажите, как последнее. За счет высшего света. Это и есть наше питание? Это и есть самое настоящее питание, а не какие-то суррогаты нашего мира. Тогда что такое свет? Скажите в последнее. Вот я задам такой вопрос. Универсальное наполнение всех и каждого. Вот это свет. И ничего не надо больше, чем. Ничего. Так мы устроены. Понял. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!